Когда насматриваемся в наших дельних главах, мы видим, как строился еврейский народ. Семья, которой якула войну с Лео, Рахель и Твербини, Тилпа и Билха. У них рождается 12 детей, одна большая семья. И потом, уже в конце книги, перешит, мы уже видим, как они спускаются в Египет. И, как мы уже знаем, Сафершмот уже за рождение всей еврейского народа. Но начало всего, это корень берет, конечно же, нашего прадца Якова. У Абрама был сын Ишмаэль, который пошел по другой дороге. У Ицхака был сын Эсав, который пошел по другой дороге. Но полноценность, где было уже сотворение полноценных именно детей, это был нашего прадца Якуба Вину, где было начало абсолютно всего. Мы смотрим всех этих, как бы, интересных, как бы, историй, которые показывают, как же это все, все вещи на самом деле происходили. И на самом деле, у всех этих вещей есть один общий знаменатель, который мы с Божьей помощью постараемся сегодня понять. А именно начиная уже от Якуба Вину, как он берет свое первенство, как мы уже в прошлом уроке сказали, невероятным образом, как он своего брата говорит, «Продавай мне свое первенство, если хочешь, пожалуйста, покушать вот эту еду, ты можешь взять, но вместе этого продавай мне свое первенство». Потом, как он берет все это благословление, которое должен был прийти на Эсава, и он берет это все. И сейчас уже Порошед Войце, нашей недельной главой, которую будем читать, рассказывается все сложности, который у Якуба Вину был с Лей, извините, с Лаваном, с отцом Рахэль и Леа. Сколько раз он старается обманывать Якуба Вину, и каким чудесным образом, действительно, Якуба Вину, в конце концов, становится на стороне, выигрывает именно все это на войну. Всех этих вещей, на самом деле, есть один большой общий знаменатель, который, в принципе, на первый взгляд мы не можем найти, как бы если... А если настолько просто разбросано в наших мудрецах, но когда всех этих вещей, на самом деле, соединяем, мы находим невероятно большой вещь и невероятно большой урок для нашей жизни тоже. Мне так кратно говорили о... Один из фундаментальных вещей в еврействе, а именно сила молитвы. Мне так кратно упомянули, настолько большая сила есть в молитве, настолько-настолько даже наши мудрецы говорят, даже если на человеческой шее лежит меч, его хотят сейчас убить, не отчаиваясь от молитвы. Зная то, что творец может человека спасать от любого абсолютно ситуации. От любой абсолютно ситуации. И мы часто видим в наших мудрецах, в Танахе, и потом, до сегодняшнего дня, истории, как люди действительно проживают это все. Видят, действительно человек молится, и Ашем чудесным образом, непонятным образом, как, что, к чему, Ашем посылает человеку избавление в тех или иных вещах. Дорогие друзья, этот великий вещь, то, что называется молитва, это не только тот величие, который мы знаем. Оно настолько великий, оно настолько большое, потому что, как мы сейчас в вашей помощи увидим, все еврейство, все великие благословления, зарождение этих 12 колен, все произошло благодаря молитве. Все гигантские вещи, которые мы сейчас посмотрим, все это было благодаря тому, что наши прадцы и наши праматери и наши праматери молились ради этих вещей. Может быть, этих вещей мы не заметим в прямом тексте в нафторе, но, как я уже сказал, наши мудрецы тщательным образом поклонно объясняют, что это именно общий знаменатель всех гигантских вещей, которые произошли с того момента, как зарождалась семья еврейская и потом, конечно же, еврейский народ. Дорогие друзья, у Ицхака рождается двое детей Эсава и Яков. Яков понимает, что он не первенец. Он не первенец. Если он не первенец, значит, все привилегии, значит, все большие вещи, которые должны прийти и прийти на него, не придет, а придет, на самом деле, на своего брата Эсава. Получает привилегии в плане то, что избранность, благословление Авраама, благословление земли Израиля, кому будет привлежать, будущий мир, благословление материально в этом мире, кто будет служить в храме, у кого будет будущий мир, воскрешение мертвых, всех великых вещей, это все Бехор. Ему полагается абсолютно все. Яковин увидит сейчас то, что как же? Эсава, Раша, ему что полагается служить в храме? Он что будет сейчас убивать человека и потом зайдет в храм и привезет жертву для Ашема, для Творца? Разве что такое может быть? И несмотря на то, что наши мудрецы в принципе уже говорят, что они уже в утробе матери, в утробе, когда они были у Ривки, они ссорились и они действительно поделили этот и будущий мир. Будущий мир, они поделили этот мир был для Эсава, будущий мир был для Якова. Но несмотря на это, он понимал, с кем он имеет дело. Он понимал, что Эсава это не, этот человек очень хитрый и ему очень нужно особенное отношение. что вы думали вы, то, что что Якова старается делать за все эти годы, за все это время, когда, как наши мудрецы описывают, то, что 15 лет был им, тогда, когда Эсав продал свое первенство. Что делал на самом деле Якова и как он противополучил это первенство и все эти благословления и привилегия всех великих вещей. Дорогие друзья, наши мудрецы, наш мудрец Рашбам, который являлся внукам Раши. Он рассказывает нам в Тракцезе Баба Батра то, что Якова удостоился первенства благодаря тому, что он молился. И это то, что он говорит своему сыну Йосефу, Йосефу то, что Йосеф шхем я тебе дарю, и эта вещь, которую я купил себе из-за моего молитвы и объясняю там Рашбам, что это значит, что Якова внук удостоился детей и первенства благодаря тому, что он молился. Его молитва была причиной того, что он удостоился. Я когда это первый раз просмотрел, подумал, что это значит, что если бы Якова внук он не молился бы сейчас насчет этого, первенства, знаете, это что такое, значит, не был храм еврейского народа, что это все привилегия у Йосефа должно быть, благословление Авраама должен прийти на самом деле на него. Если бы не молитва Якова внук, первенства остался бы там. Ну, легко, ну, как бы, по-простому, не знаю, может, был другой план, ошиблись, не знаю, но де-факто то, что он получил, это не было само разумеется, все принадлежало у Йосефа, благодаря чего Якова внук, друзья, получает это все благодаря молитве, то, что Якова внук молится. Значит, все то, что у нас есть, благословление материальное еврейского народа, то, что у нас есть храм, то, что у нас есть все благословления, которые мы получили из-за первенства Якова, это все благодаря тому, что наш прадед Яков аминнул молился ради этого. Невероятно. Значит, это не само разумеется, это не в плане то, что нужно было молитвы, чтобы это на самом деле вечно спускать в этом мире. Пойдем дальше. Яковину получает это первенство, и он приходит сейчас, после того, как он получает благословление от Ицхака, и в конце, как мы уже привели при Гетерблезе, когда Яковину, когда Ицхака, извините, понял, то, что на самом деле Эсав продал ему, честно продал ему документам, и все так, все абсолютно, он продал ему, так как по закону, то Ицхака, вы думаете, он понял, то, что он есть сейчас продолжатель всех благословлений, которые были даны от Абрама Абрама Вину. И всех великих вещей, которые сейчас должны прийти в этом мире, а именно создание еврейского народа, через Якова пройдет. И на самом деле это знал Ицхака Вину, то, что из одного из них на самом деле пройдет все благословления, которые было дано Абрама Вину, потому что в Ицхаке один из детей Ицхака будет тот, кто будет нести мой благословление, говорил Творец, В Ицхаке Кари Шимха. Значит, говорят наши мудрецы, В Ицхак значит В Ицхаке, но не полностью весь Ицхак будет нести. Значит, в Ицхаке один из его детей будет нести. Кто? После того, как он продал первенство Якову. Яков он является тот, кто будет продолжатель именно всего этого. Идет сейчас Яков и получает тоже благословление Абрама Вину, которым заключается весь благословление будущего мира, воскрешение мертвых и всего великого будущего, которое ждет всему еврейскому народу, дорогие друзья. Он идет сейчас строить дом, получает все благословления, поращает в Ице, он выходит уже, и с ним происходит невероятно большие чудеса. Увидит этот великий видение, великий сон, как ангелы поднимаются и спускаются, и он успеет на месте, где их прадцы молились, Абрама Ицхак, на горе Амурья, где был храм. И все эти великие чудеса, как у него там место, как бы, уменьшается, и солнце, как бы, останавливается ради него, и солнце быстрее спускается из-за него. Невероятно большие чудеса, то, что вся натура уже подчиняется Якову Вину. И таким образом Яков Вину выходит и идет к своему святяде Лавану, так как сказал Ицхак Якову, то, что иди к Лавану и возьми один из его дочерей. Приходит, дорогие друзья, Яков у Лавана, и, как мы знаем, встреча Якова и Рахель, то, что Яков, когда увидел Рахель, сразу же помнил, то, что это есть на самом деле тот корень души, корень души для Якова Вину. Это есть на второй половине Якова Вину. Яков Вину это все увидел прекрасно. Но что, когда они пришли уже к Лавану, Лаван говорит, да, если ты хочешь, да, мою дочку, да, жениться на нее, тоже работа семь лет, тоже работа семь лет. После этого, пожалуйста. Яков Вину работает семь лет, дорогие друзья. Но до того, как Яков Вину тоже рассказывает об этом, что Яков Вину работает семь лет, говорится нам следующий посуд. Написано то, что у Лавана есть двое дочерей. у Лаван старшей дочкой зовут Лея, и младшей дочкой зовут Рахель, старшая дочка Лея. И теперь Тора тут выражается, говорит нам информацию, которую все наши мудрецы, начиная от Талмуда, заканчивая на сегодняшний, для комментаторов на Хумаш, все удивлены, что Тора хочет этого сказать. Говорит нам посуду следующую вещь. У Лавана есть двое дочерей, Рахель и Лея. Лея была старшая, Рахель была младше. И глаза у Леи были ослаблены. Рака, рак это ослабленный, как бы плохой, не таки этот. Вы Рахель, но Рахель, она была чрезмерно красивой. Значит, Лея говорит нам наша Тора, что что, у него глаза были плохие, слабые, что это значит ракот? Все задают, почему Тора должен сказать, что такой приближительный вещь, что у человека есть на самом деле такие некрасивые глаза, или там они неприятные, такую вещь, Тора выражается и говорит нам, как это может быть? В чем смысл всего этого? И тут смотрите, дорогие друзья, что раскрывает нам наши мудрецы, и мы увидим сейчас величие величия Ля Эмень Валешава. В двух местах Эй Мидрше и в Талмуде рассказывается следующий момент. Что это значит, говорит Мидреш ракот, то, что у нее глаза были очень слабые? Ракот мибихья. У нее, говорит, ослаблены были из-за слезы, из-за плачи, которой плакала Лея. Она настолько плакала, то, что у нее глаза уже испортились, уже были почему она плакала, на что она плакала? Шайомри все говорили так был договор между Ривкой, матерь, мама Эсав и Якова и его брата Лавана. У них был договор между собой. В чем было договор у нас? То, что у Ривки были двое детей, Эсав старший, Яков младший, и у Лавана были двои дочерей, Лея старшая, Рахея младшая. И договоренность была в том, что старшая дочка выйдет за старшего брата, старшего сына Рахеля, и младшая дочка выйдет замуж за младшего брата. Значит, Лея должна была выйти замуж за кого? За Эсав. А Яков должен бы жениться за себе в жены кого? Рахе. Теперь, что это было? В чем она плакала? Говорится то, что все говорили, что Лея кому достанется? Достанется Эсаву? Смотрите, дорогие друзья, что пишет нам Митраш. Ваета буха веомерет она плакала и говорила ей рацион шелой полбе горало шел раша дай Бог творит, чтобы я не упала в руках этого злодея. Она молилась настолько, что эти слезы испортили глаза Леи. Из-за этого Тора выражается и Давка именно хочет показывать это нам. То, что да, ее глаза были ослаблены, ее глаза были не так. Почему? Это не то, что прям бригад не дай Бог, наоборот показать ее величие. Она плакала, она переживала, что не дай Бог творить, чтобы я попал в руках этого злодея. И теперь что? Услышал творец молитвой. Лей. Посмотрим. Омрафуна. Посмотри, говорит. Рафуна говорит. Кашей ги отфиля шебетляй так зера. Велика, говорит, молитва, то, что убрал, уничтожал тот приказ, который был именно сверху. Значит, зера была, сверху было решено, что? Сверху было решено, то, что на самом деле Лея должна достаться к зера было наверху, сверху был приказ, то, что Лея принадлежит, будет жениться на эсав. Дорогие друзья, благодаря молитве Лей, она уничтожила, она убрала весь этот приказ, который был сверху. И не только это, не только то, что Лея удостоилась этой великой вещи, то, что она убрала и она не женилась в конце концов и вышла замуж за эсава, не только этот, у нее появились дети до того, как у ее сестры, у Рахэль. Значит, Рахэль должна была быть женой, жена Якова, но она настолько молилась, то, что она убрала свою кзару, и не только это, она была первее, чем ее сестра. Величие молитвы, дорогие друзья, она уничтожает все, она уничтожает. Часто мы думаем, часто, у нас сегодня очень сильно нравится про всяких вещей, то, что связано с Мазал, какой человек, на какой Мазал родился, какой этот. Всегда люди задают вопрос, да, в действительности, Мазал, может быть, человек, влияет ли на еврея в Мазал, не влияет ли на еврея в Мазал, и так, и как, и сяк. Но, дорогие друзья, даже любой приказ, который есть на человека, у еврея может все абсолютно поменять. Авраам Авину, Творец сказал ему, поднимайся из того места, где ты находишься. Говорят наши мудрецы, то, что Ашем поднял Авраама Авину выше, чем в созвездии. Даже если каждый из нас рождается под обреденным созвездием, у еврея есть сила поменять свою судьбу. Каждый человек, который рождается, у него есть судьба, сколько у него детей будет, какое богатство он будет иметь в этом жизни, и когда он умрет. Три вещи Мазал дает человеку при рождении. Дорогие друзья, еврей, он в состоянии через его действия поменять все абсолютно. Хочем себе представить, человек рождается, это суждено от человека. Но человек через его великие поступки он может все поменять. он может все поменять. Якуба Войну молится, все уничтожается. Нет, Бехора достается ему, как творец, он все закручивает. Лея, как мы знаем, сейчас посмотрим, должен был бы, Якуба Войну должен был бы жить с кем-то, должен был бы жениться на Рахель. И мы сейчас посмотрим, то, что вся история вышла абсолютно полностью наоборот. Жениться на Лея, у нее получает, она получает из этих шесть детей больше, чем Рахель. И, дорогие друзья, она удостоилась всех великих вещей, которые было у Якуба Войну. Королевство, коинство и первенство все вышло от Леи, это все удостоилось благодаря молитве Леи. Теперь посмотрим, должен был бы произойти свадьба, и как Мизайм тоже нам описывает, то, что после семи лет Якуба Войну написал чрезмерно сильный контракт с Лаваном, сказал то, что я буду жениться на твоей дочке, младшей дочке, Рахель, и ты не будешь менять на самом деле ее на другую. И так далее написали все тщательные детали, то, что уже Лаван не мог бы на самом деле никак и никуда уходить. Но что? Ночь свадьбы. Так написано на Мидреше. То, что Лаван отключил все светы, не было ни одного света. Яков приходит и говорит, Макара, мама, почему мы без света живем? Почему мы живем без света, свадьба без света? Говорит, у нас, у нас, говорит, мы очень скромные люди, это у вас, может быть, у вас развратники, мы, очень скромные люди, мы не можем свете, это не подходит, это не скромно. Из-за этого у нас нет света. Хорошо. были без света. знают, для ее сестры это будет невероятно большой стыд. Но кроме того, что Яков Абинум сделал на самом деле договор с Лаваном, Яков Абинум Аль-Ашалом Рей Аль-Ашалом Он рассказал знаки, определенные знаки, то, что Рахель, извините, должна была сказать в первую ночь. Первую ночь, чтобы Яков Абинум знал сто процентов то, что это она. Он знал, с кем он делал. Но что, Рахель сейчас видит, то, что Лея идет туда. И такой именно стыд будет для Леи сейчас, что Яков Абинум знает это. Дорогие друзья, она передала свои знаки своей сестре, чтобы не стыдить свою сестру. Чтобы ее сестра она не постеснялась и чтобы не было буша, чтобы не было стыда улей, Рахель имену Аля Шалом она дает свои знаки в ночь свадьбы, которая должна была быть между Рахелем и Якова. И Яков Абинум спрашивает эти знаки и она говорит, и она говорит эти знаки. Она думает, что да, это действительно Рахель. и утром он понимает что на самом деле это все не так. Это была Леа. И говорит, как это может быть? Как это может быть? Почему ты мне это не рассказал? Как это? Я же тебе целую ночь говорит, это есть ты есть этот Рахель. И ты говорила да. И она вышла на такую накаменную ситуацию. Дорогие друзья, наши мудрецы рассказывают, что выйдя в эту вещь, Яков Абинум уже хотел развестись с Леей. Да, это вышла на такую вещь, но он уже хотел. Как это может быть? Я говорю, что ты обманула мне? Ты обманула значит мне? Но что? На Торе написано, что творец увидел то, что она была Яков что ненавидел на самом деле ее. И творец открыл утром Леи. Открыла и Лея рожает первого сына от Якова Рувен. Рувена. И потом переходит, рожает потом Рувен Шимон, Леви, Ягуда и так далее. Продолжает и продолжает рожать. И все это время, дорогие друзья, Яков Абинум уже работает для Рахель. Потому что сказал Лаван Якову, то что если хочешь сейчас Рахелю действительно получить, работай еще 7 лет. И Яков работает для Рахель 7 лет. И они женились, но Рахель она не рожает детей. Они все были дорогие друзья, бездетные. И Рахель и Лея. Но что увидев то, что Яков вину он хочет делать, развести с ней, Творец услышал ее, услышал ее, и открывает утром Рахеле Леи и дает Леи детей. И она не останавливается дальше и дальше именно молиться. Дальше и дальше молиться. Рахель именно дорогие друзья, в конце концов, тоже рожает детей. Йосефа Бенемина благодаря чего? Благодаря молитве. Благодаря молитве, дорогие друзья, рожает она написано так. И вспомнил Творец Рахеля. Что вспомнил Рахеля? Тот великий дело, то, что она не хотела, что ее сестра постеснялась. Творец вспомнил это и услышал ее. молитва это была причина то, что Рахель и Мену она тоже имела детей. Другими словами, дорогие друзья, мы смотрим, Лея все достигает всех этих великих вещей. Колен, сколько большинство именно детей рождается от Якова у Леи. И Рахель и Мену все свои дети, которые у него есть Бенемин и Йосеф, которые рождаются королевство Йосефа и Бенемина, которые в состоянии будет в конечном итоге порабышать Эсава перед приходом Машиаха. Всех этих великих вещей, которые мы видим, это все благодаря молитве. Все абсолютно кружится вокруг молитвы. И даже если мы видим, откроем Тору, и там написано, что Рубин приходил и нашел какую-то траву, привезли на своей маме и Рахель говорит ему своей сестре то, что дай мне пожалуйста эти травы. Многие мудрецы не понимают то, что я никого не видел, кто это говорит, но в принципе все говорят одногласно, те, которых я смотрел, то, что она не хотела это, чтобы забеременеть. Она не хотела это, чтобы забеременеть. Были другие причины, почему она но не подумать, что на самом деле причина то, что Рахель забеременела на Йосефа, это абсолютно не были травы, которые привез Рубин. Причина была абсолютно в чем-то другом. Причина была молитва. Причина была молитва. А эти пряности, хороший запах и эти травы, которые привез, это было абсолютно для абсолютно других целей. Прямо в текстах написано, что Ашем вспомнил ее. И что она делает, дорогие твои, рождается сын Йосеф. Называет своего сына Йосефа. И что это значит Йосеф? Ватикра ищем мой Йосеф лемор Йосеф ашем ли бен Ахер. Рождается долгожданный сын, на который Рахель имену столько ждет, столько вещей она переживает. У нее же есть сестра, который там и она рожает постоянно, а она не может рожать. Настолько тоже приходит уже к своему мужу Якову и говорит то, что Яков молись уже для меня. Молись, твой отец же тоже молился ради того, чтобы заберемен ее жена. Молись я уже если нету, я умру от всего этого. От этой боли я умру, настолько было больно для Херахель. Дорогие друзья, невероятно называют как Йосеф. Йосеф это от слова добавить. Леосиф. Что это значит Йосиф? Йосеф? Йодатайта беневуа говорит тут Раши. Она знала через пророческим образом, что Якова будет всего 12 детей. Всего 12 детей. Они знали, и Лея знала этого, и Рахель они знали, все знали это. Амра она сказала ей Радсон шел то шел от идли амит сейчас у него уже 11 детей. Ну и Дина, которая была девочка, но из мужчины 12 колен должен был прийти в этом мире. У них уже была. Йосеф был 11. Она в 11 сыне долгожданном сыне просит Творца, чтобы 12 сын тоже был от него. Можете представить? Название долгожданного сына молитва. Йосеф это значит, чтобы Ашем дал следующий сын, который придет, то же, что было от меня. из-за этого молитва была в этом же сыне, в этом имени этого сына Йосефа было именно то, что придет еще один сын, пусть будет это от меня. Невероятные вещи. Все вещи, которые вокруг мы это смотрим, дорогие друзья, все кружится вокруг этого. Все, все, мамаш, мамаш, львьмар, кисупа. И не только это, Якова вынул, когда говорит Йосефа, и вот я тебе дам город Шхем, там рожбан, который мы упомянули, он говорит, что даже тот факт, что Якова удостоился детей, это тоже было на самом деле за молитвы. Сила молитвы, дорогие друзья, сила молитвы. Хочу вам рассказать историю, чтобы вы поняли величие молитвы и величие молитвы мамы. Величие молитвы мамы, дорогие друзья. Хафицхайм, как мы знаем, у него была Ишива. В этой Ишиве один раз заболел парень, и Хафицхайм все максимально, все то, что он мог делать, все делал, молитвы, конечно же, и врачей привез. Максимально все то, чтобы спасать жизнь ребенка, жизнь этого парня, жизнь одного еврея. К сожалению, Рахман Александр Луалейнум, этот парень, не выдержал и ушел с этого мира. На похороны сообщили маме, что вот так, так, и ваш сын случился, он же у нас и так далее, в Ишиве, и скончался, и так. На похоронах, дорогие друзья, приходит мама и подходит к Хафицхайму, чтобы себе представить величие этого человека, к Донадор, глава поколения, проходит эта женщина, мама этого парня и говорит ему следующую вещь, знайте, я вам никогда не прошу то, что вы делали. Хафицхайм был в шоке, теперь так разговариваю с таким человеком, да, что? Хафицхайм объясняет ее, то, что ей, то, что, знаете, то, что мы абсолютно с нашей стороны посрать максимально все, что мы могли, врачи самые лучшие, все возможные варианты, которые мы весь все еще, что мы все в состоянии, финансово, и все 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 со всех сторон мы все абсолютно делали, чтобы ваш шим остался живым, чтобы поддержать его жизнь. Говорит мама, не, 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 Ховецхайм, вы не поняли, вы все делали, но как же, говорит, молитва, говорит Ховецхайм, мы все Ишевы молились ради него, все Ишевы молились ради него, мы все абсолютно, все, которые знали, все распространяли, это все. Говорит мама этого парня, Ховецхайм, я вам никогда не прошу, потому что, если бы вы меня сообщили бы, я как мама молилась перед него, и этот ребенок был бы жил. Никогда, говорит, я вам не прошу, да вы молились, все Ишевы, все Цадыки, Гдолим, все великие, чащества, мудрецы, все молились, но молитвы мамы, это, говорит, что-то другое. Это прошло бы, говорит, насквозь всего, молитва мамы, мы не можем себя, говорит, представить. Знаете, что, дорогие друзья, Ховецхайм, ничего не мог ответить. Она была права, она была права. Молитвы мамы, это может достичь таких вещей, у нас даже представления, говорит, нет. Представления нет. И, как мы знаем, Колоша армина, дорогие друзья, на небес, после разрушения храма, все небеса, все ворота закрылись наверху, кроме ворота слезы. Ворота слезы, они же не закрылись. И настолько идет это серьезно, и настолько это мамаш, настолько это человек должен, я всегда, когда вспомню, это может отражаться от этого. Дорогие друзья, будьте осторожны, будьте осторожны вашими женами, потому что слезы у женщин, говорят, очень-очень близко, они могут очень быстро плакать. И не дай Бог, если она заплачет, и у нее будет что-то плохие вещи, у нее о чем услышать ее? Не дай Бог, будьте осторожны, не дай Бог, что жена, говорит, плакала. Настолько это серьезно, настолько это человек должен именно быть внимательным. У человека есть какая-то нужда, какую-то вещь, мы обращаемся там, там, там. Дорогие друзья, тфиля, тфиля, тфиля. Я хочу на это эту возможность использовать и может быть рассказать пару интересных моментов, которые даст нам, может быть, больше именно понятия во всем именно этой идее молитвы. Не все молитвы одинаковые, не все молитвы у них есть та же самая сила. Вы должны знать то, что Довида Мелых писал «Кавей льошем חזак воемец львиха в кавей льошем». Иногда человек молитвы и думает «Венедвы, я помолюся». Где оно? Довида Мелых пишет «Кавей льошем חזак воемец львиха в кавей льошем». Я надеюсь на Ашему и мне есть надежда на него, я помолюся на него. Я усиливаюсь и опять помолюся на Ашему. Иногда человек да, помолился, сделал максимально то, что он мог. Но знаешь, что иногда есть некоторые вещи, которые нуждаются в большей молитве. «Усиливайся», говорит Довида Мелых, повторяй и опять молись. «Есть некоторые вещи, которые говорят наши мудрецы, есть определенное количество и число молитв, которые нуждаются, чтобы эти вещи спускались в этом мире. Есть определенное количество молитв, но есть вещи, которые быстрейше может именно нам дать. Есть вещи, которые намного тяжелее достичь этих вещей. Но задача наша, как бы ни было, знать то, что любой молитвой, которой мы молимся, где мы представляем то, что вот Творец стоит там, где-то наверху, и мы здесь внизу, и мы молимся, пожалуйста, Ашем. Дорогие друзья, Рабимоши Хаим Луцату из великих каббалистов, про которого Вилинский Гаум говорил, если бы жил в его время, я бы из Вильнюса пешком бы пошел до Италии, чтобы у него поучиться Тору. Можете себе представить величие этого человека, который в его книге Вилинский Гаум сказал, что нет ни одного личного слова. Веседа и Шары, да, мне кажется, 9-10-го перека нет ни одного личного слова. Он пишет, дорогие друзья, когда мы молимся, мы должны понимать то, что это как разговор между мною и моим другом. Я молюсь, это не где-то там, Ашем сейчас слышит меня здесь. Он везде. Он везде, он сейчас слышит меня, так как вот я сейчас разговариваю с вами, когда я сейчас говорю с кем-то. Ашем слышит меня. Сейчас, сейчас, в этот момент. Мои слова принимаются сейчас же. То есть определенные вещи, почему Ашем не дает, определенный хешбонот, определенное правление его, который останавливает, чтобы эти благословления или эти просьбы или эти вещи не проходили. но знать то, что абсолютно любая молитва, о которой мы молимся, оно сто процентов услышанное от Творца. Творец, все услышал, но мы никогда не знаем, когда это придет. Мы думаем, да, человек молился, а что, когда это, когда это не вышло? Ашем не услышал. Ашем не услышали мои молитвы. Дорогие друзья, хочу вам показать невероятную вещь. Хочу вам показать невероятную вещь. Якова Вину, извините, Ицхака Вину и Рахели Мену, они молились, что у них были дети. Рив Каймену, после того, когда она даза беременела, она была в шоке, почему там дети, это беременные, во время беременности, во время, когда она ходит возле синагоги, и местное изучение Торы, ребенок выбегает, во время, когда это проходит возле, а вот дазары, ребенок выбегает, она не понимает, мы уже сказали в прошлой неделе об этом. Приходит к Шему и говорит Шему, сына Иноаха, Мазе, что такое, что происходит, что сын, что он, он сам не понимает, что он ходит, цады, гроша, он не понимает, кто он есть. Дорогие друзья, в чем был вопрос Ривки? Говорит нам Клиакар, знаете, что задавал вопрос? В чем был на самом деле вопрос? Говорит Рахель, я не понимаю, я молился, я молился, мой муж молился, мы молились, что у нас рождались садыки, дети праведные, и у меня рождается полуправедный человек, ребенок, и непонятно, что с ним. Ради кого молились? Да, ты можешь сказать, что Ишмаэль родился и пошел полностью не по путям, Авраама, да, взял Бритмилу и благословление, которое было у него, то что он, этот, но, это другой абсолютно путь, весь грязь, если бы ушел как бы туда, никто не молился ради него, никто не молился, но мы молились ради, этих детей, которые у меня сейчас в утропе, и он рождается Раша? Говорит ему, Шем, Ривка знай, у тебя дорождается двое детей, Яков и Эсов, но знай, то что от Эсова произойдет величайшийся еврей, который придет от Эсова, они не будут евреями, но они примут еврейство, и они будут невероятно большими мудрецами, видят величайшиеся большие души от него. Твои молитвы, ты спрашиваешь, когда вышел, сейчас рождается ребенок, и он этот, твои молитвы произойдет, Ашем услышал, когда, то что произойдет, через тысячи лет, спустя этого, будет рождаться рабе Акива, который весь Тора, весь Талмуд, который мы знаем, все было это благодаря Беякивы, будет рождаться Шамай и Автальон, будет рождаться столько геров, столько людей, которые приняли еврейство в сегодняшний день. И Ария Кадош, дорогие друзья, который жил пятьсот лет тому назад, он уже сказал, не цоцотах душа, пока Бали объяснял это все, и сказал то, что искры святости были у Эсова. Искры святости. Из-за этого мы видим то, что только дети Эсова делают гиур. Только они приходят к еврейству, которые, потому что у них бурлит эта искра внутри. Из-за этого посмотри вокруг. В Германии сколько евреев, сколько не евреев принимают еврейство. Невероятно, каждый же постоянно, постоянно целые уроки проходит. Невероятно. А говорит Ария Кадош, ты не находишь такой у Ишмайля. У Ишмайля не было этого всего. Из-за этого мы не находим ни одного человека, который вышел гером от Ишмайля. Они не понимают. Но Клиакар как он обвести молитвой? Молитвой? Говорит Ривка, ты задаешь вопрос, где они? Они придут. Они есть. Куда? Выйдет величайшаяся люди от него. Этой молитвой не напрасно они пошли. Мы думаем, где мы молились ради наших детей, ради наших детей. Куда оно пошло? Мы знаем, что через десять лет наша молитва, что спасет нашего сына. Нас спасет и даст ему благословление. Или спасет, а не дай Бог, неприятности. Или здоровье и так далее. Мы знаем, как каждая молитва нужна нам и нашим детям. Каждый Тейлим, который еврейская мама берет тебе в руки. Или человек после того, как он помолился, берет тебе в руки и читает Тейлим. Каждое слово, дорогие друзья, не цах не цахин. Вечность. Благословление, которое может человек иметь. И, дорогие друзья, как вы сказали, не каждая молитва одинакова. Потому что есть молитва, которая есть с большими намерениями, есть с меньшими намерениями. Леа и Мену, дорогие друзья, она плакала. Рахель и Мену, она говорит. Я, говорит, завидую мою сестру. В чем она завидовала свою сестру? Если Рахель и Мену, она видела то, что Леа, она была такой праведницей, и она удостоилась из-за этого в невероятно больших именах, очень много именно детей, и Ашем раскрыл ее утром, и она могла именно рожать. Пусть она повторит ту же самую вещь. Но Рахель и Мену, дорогие друзья, она увидела невероятно большой мессиротнефеш, которое было у Леи. И как она молилась настолько сильно, настолько сильно она молилась, что она понимала, что она достанется сейчас у Эсова. Она молилась, что у нее глаза, говорит, испортились от слез, и представляем себе. И Творец все абсолютно перевернул, говорит, я завидую ее, говорит, заслугам. Я завидую этим заслугам. Не зависть плохое, которое мы видим, от праведности, она настолько великая, настолько она великая, говорит, в этом. И что она удостоилась всего этого? И коинство вышло от него, и королевство вышло от него, Ягуда. Дорогие друзья, от Леи вышло в Машиах выйдет. Можете себе представить? Давидомелех вышел от Ягуды. И это все благодаря Леа. И, конечно же, корень всего этого все берет от того, что Рахель, она отдала все эти симолим беводай. Все вместе именно связано с этим беводай. Но просто понять, настолько это идет, именно наши именно действия. То есть один очень невероятный момент во время молитвы, что мы должны заметить, который берется в Аллахе. Я вам сейчас читаю Мишну Бруру, который... Аллаха, закон. 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 Закон говорит следующую вещь. Иштадел Адам лейтпалель бебейта кнесет има Цибур. Пусть человек постарается помолиться в Цибуре, где есть десять евреев. Где? В синагоге. В синагоге помолиться с Цибуром. Говорит Аллаха, постарайся помолиться. Если у тебя есть возможность сейчас дома помолиться или в синагоге с детьми евреями, чтобы сказать Кадыш, и чтобы был Цибур, и где так положено, делай там. И теперь давайте посмотрим, настолько важна и настолько велика молитва, которую мы можем молиться в синагоге. И плюс к этому, когда есть когда меня. Даже, говорит нам Иштабурахов Ицхай пишет, даже если у человека есть десять человек, десять людей у себя в квартире, дома, Иштадель бебейта кнесет, пусть пойдет все-таки в синагоге. У тебя десять детей, Иштабахшему, или гости пришли в синагоге, иди в синагоге помолись. Это не одинаковая молитва в синагоге или у себя дома. Но что скажешь? Десять евреев, мы можем Кадыш прочитать, мы можем прочитать Кутушу, мы можем прочитать Сефертору. В синагоге. В синагоге молитва это что-то другое, чем дома. В синагоге молитва это что-то другое. А с Цибура? Почему это важная молитва с десятьми евреями в Цибуре, чтобы молиться? Потому что Всевишний не пренебрегает молитва народа. Когда оно в народе, когда десять евреев собираются, Творец не пренебрегает ни одной молитвы. Говорит наши пудрецы сразу же слушаются молитвы, когда человек молится в Цибуре. Когда есть молитва, когда есть десять евреев, десять мужчин, где проводится нормальная, серьезная молитва, Творец не пренебрегает. Написано в Аллахе, дорогие друзья, даже если там грешники в этом молитве, в этом синагоге, в этом месте, все-таки иди молись с этими людьми. С этими, что Евдейский евреев, когда молится, это что-то другое. Это дается абсолютно другая вещь. Значит, молитва, где мы молимся, тоже есть это большое значение. Тоже есть большое значение. И так рассказывается, дорогие друзья, в Тарактазе Брахот, Тавзайна Мудбет. История. Омар ли Равидска, когда Равнахмара? Равидска спросил Равнахмана. Говорит, почему ты не был сегодня в синагоге? Почему ты не пришел? Он говорит ему, лоя хана, я не смог. Я был, говорит, слабым. Всего плохо чувствовал. Омар лей, ле кампе, ле мара, сара, пелец лей. Что, говорит? Ты бы мог собрать 10 евреев, ты бы мог дома молиться. Окей, бесседр. Когда получается, человек освобождается помолиться. Не сибури, не пойти в синагоге, не помолиться с детьми евреями. Когда он не может, значит, он не в состоянии, он болеет или и так далее. Говорит, я не мог пойти. Он говорит, это отмазка, это все, это конец. Он говорит, нет. Говорит ему Равидска, Равнахману, который болел. Говорит ему, должен был бы собрать тебе 10 человек и помолиться с опытом. У себя. Даже тот факт, что ты болеешь, это еще не освобождает тебя. Молиться с цибуром, с детьми евреями. Должен был бы собрать, может быть, у себя, чтобы делать. Омар лей, тир хай лей, милта. Это мне говорят, очень тяжело. Невозможно было сейчас иди, собрать и так далее. Это нелегкая вещь. Говорит, без этого. Я понимаю, я принимаю, говорит Равидска. Говорит ему, ты должен был бы тогда попросить, чтобы кто-то пошел бы к тебе и сообщил бы, когда мы в синагоге молимся. И ты должен был бы помолиться в то же самое время, тогда, когда люди молятся в синагоге. Значит, в то время, когда сейчас происходит молитва в синагоге, ты должен был бы молиться в это же время у себя дома. Без этого, меня ты не можешь прийти, ты болеешь. Меня собрать, ты не можешь, потому что, ты находишься очень тяжело, нереально это. Хотя бы ты должен был бы молиться в то время, когда цибурь, когда молитва сейчас проходит в синагоге, чтобы в это время, чтобы ты молился. Спрашивает ему, май кулиай, говорит, что ты мне так столько много это говоришь, типа, это, это, так, что это такое, что ты хочешь это? говорит, им в Равицхак. Как было сказано, ты мне рабьёх нана, мишум рэш лакеш, миш рабьёш юм барюхай. Что это написано в пасуге? Что это написано в пасуге, дорогие друзья? В этой лиме. ВАНИ ТВИЛАТИ ЛЕХА АШЕМ ЭТ РАЦОН. ВАНИ ТВИЛАТИ Я буду говорить молиться, или я есть ТВИЛА. ЛЕХА АШЕМ КТИБЕ ТВАРЕЦ ЭТ РАЦОН В В ВРЕМЯ ЭТ РАЦОН В В ВРЕМЯ ХРОШЕМ когда есть в рацион, когда желание именно времени. Значит объясняю тут РАЦИ. АЛЬМА ЕША АШЕГИ СЕЛ РАЦОН. Что ты понимаешь? Давид Амелих пишет, король Давид пишет, что я буду молиться тебе, когда есть желанное время. Время. Значит есть время, когда нежеланы. Значит не все время, а нежелание для Творца. Да? Это то, что говорит. Когда есть рацион, когда есть желание, время для Творца, когда принимается всё, тогда когда евреи молятся в Цибуре, когда десять евреев молятся в синагоге. Это есть желанное время для Творца. Настолько это важно, дорогие друзья. Настолько важно, настолько это сильно. То, что, знаете, молитва в Цибуре, молитва в синагоге, когда есть десять евреев молиться, это не простая молитва, которая тоже могут дома у себя помолиться. Дома у себя помолиться. Есть такое выражение, которое наши мудрецы говорят. Евреи идут в синагоге в любое состояние. В дождь, в снег, в ветер, жарко, холодно. В любом состоянии человек приходит в синагоге. Это вещь, в которой нету никаких оправданий. Нету обмена оправданий. Почему? Один время видим, этот рацион в синагоге молится. Даже у человека есть аллаха, который пишет, ou, не я это делаю, я вам все прочитал, в геморье и аллаха, у человека есть возможность прочитать, молиться дома или в синагоге. Даже если он знает, однажды он будет молиться, то он должен пойти в синагогу молиться. Человек, возможно, с темным евреем у него есть, то помолиться у себя дома. Пойдет именно в синагоге. Пусть пойдет в синагогу, помолитет там. В синагоге есть особеннаяussила. А когда есть 10 евреев в синагоге молиться вместе, этот рацион, это есть особенный именно час, когда принимается на молитвы именно человека. Ванитвилаты, я буду молиться когда? Этот рацион, когда есть на желание время. Дай Бог, чтобы Творец услышал все наши молитвы всегда. У нас было всегда много сил, много возможностей. Молиться ради всех, дорогие друзья. Ради нас. Ради наших детей. Ради других. И мы должны знать большой именно секрет в молитве. Если мы хотим то, что в нашей молитве Творец услышал, в первую очередь молись ради другого, который нуждается в той же самой вещи, которую ты хочешь. Когда человек молится, а он нуждается, допустим, в выздоровлении, молиться ради другого, чтобы у него было выздоровление. Первые Творец слушает человека. А он говорит, Творец говорит, ты молишься ради него, когда ты молишься, ты сам нуждаешься в этом, впервые Творец услышал самого же человека. Молиться ради других. Молиться ради других, ради молиться, чтобы люди пришли именно к Чуве. Молиться ради того, чтобы прошло именно на Машеях. Молиться для детей о их будущем. Столько молитвы нуждаются наши дети, чтобы они нашли хороший шидух. Дорогие друзья, можно рыдать, 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 рыдать слезами. Мама, чтобы пчелы и детей достались, поймать именно хороший шидух и хорошую вторую половину, чтобы им была хорошая жизнь. Говорится, что большой вашей раввин был из Марокко, который удостоился просто невероятно большим детей, где в сегодняшней жизни они живы. все были величайшими раввинами, величайшими большими раввинами. Когда его спросили, за что он удостоился, люди рассказывали, что он сидел, когда он кушал, даже он был все время в молитве Ашему, что Ашем давал ему хороших детей. Он просто слезами текал, вот так он выливался у нее слезы, чтобы творить ему удостоенносться таким. Дети, что мы не будем на праведнике, чтобы они ходили по пути Ашем. Столько молитвы можно достичь, дорогие друзья, и сколько мы можем дать нашим детям, сколько мы можем дать нашим семьям, сколько мы можем влиять, сколько мы можем достичь в нашей жизни и в жизни других, и в жизни наших детей через именно молитву. Через именно молитву. Дай Бог, поздравься, чтобы творец услышал всегда все наши молитвы. Шар и шамам, чтобы они всегда были открыты для нас, и всегда были силой никогда не сдаваться и дальше помолиться, и дальше помолиться. И даже когда мы услышали, о чем Творец услышал наши молитвы, никогда не отчаиваться, не сдаваться и сказать то, что «О, все, о чем мы услышали», дальше продолжать, всегда быть приближенным и всегда именно привязанным быть Творцу. И сядем, чтобы Творец привез уже Машеях Ситкену по имеробьем нашим достоинствам уже видеть наши дни Машеяха. Амин Кенерацом.